павел день добрый добрый день андрей рад тебя видеть с добрым здравия у вас там лето продолжается я думаю да спасибо да вроде неплохо о чем сейчас стоит поговорить что сам актуально о чем тебя больше всего сейчас спрашивают больше всего сейчас беспокоит и я думаю что это будет тема сегодняшней нашей беседы про алексея кречетова его миллион долларов ты знаешь у нас люди очень любят считать любят чужие деньги и мне на просто оборвали личку написали человек на 20 или 30 много на самом деле так так интересно а что за миллион долларов ну якобы я видел посмотрел потом это эта история длинная в течение нескольких месяцев алексей якобы в начале лета или там по весне накупил опционов пут соответственно купил пут опционы на огромные деньги на падение золота вот там была свечная формация месячная вот ты можешь золото кстати открыть если есть возможность а мы сейчас прям на него глянем посмотрим свечная формация месячная на сейчас открываю ты же на он не предупреждал что я буду золото ну да вот я пока расскажу вот я просто видео посмотрел мне стало интересно вот что он шортил и фарш артил фьючерсами и шортил соответственно через покупку опционов на понижение путов вот и был уверен что золото будет падать и это поможет хорошо тут давайте такую ремарочку скажу что с точки зрения этики если ты обсуждаешь убытки кречитого то следующим моментом ты должен сказать и про своих убытки правильно да да ну во первых например а я например не золотом намазаны у меня сейчас убыток в алросе минус четыре с половиной процента правда остальные все прибыльные всякое бывает в жизни трейдера трейдер до трейдера убытки это рабочий момент да да и продолжу вот и но это публичная мы же не за спиной обсуждаем да это же самое он сам про это сказал что не получилось заработать расчет был на то что вот осенняя сентябрьская экспирация пройдет в его пользу но получается что опционы сгорели да и огромная покупка опционов путов сгорелая принесла алексей убытки о чем он сам сказал у себя на своей площадке надо сказать что мы не знаем убытки ли это по отношению к той прибыли которая была до этого а сам по себе убытки они не имеют значения они кажутся большими а если в масштабах прибыли может обкаться очень маленьким мы же этого не знаем но мы не знаем если прибыль если убыток понятно понятно но речь идет о том что а как можно было ставить под риск миллион и я хотел бы но алексей это просто как бы например для того чтобы обсудить это дело в том что есть я рассуждаю так что если это был бы какой-нибудь там один или пару или два три процента от капитала трейдера до но наверное тогда такие убытки это вполне себе нормально но я сомневаюсь что алексей такого калибра что значит инвестор что в него миллион долларов это всего лишь пару процентов от его капитала поэтому я думаю что это сверх рисковая сделка и кстати это просто пример да желаем алексею всего хорошего восстановления чтобы у него все было нормально может быть это является частью некого плана мы просто ходили хотели убытки убытки это рабочий момент от рейдера согласились да да и и это как явление то есть на мой взгляд сам установка больших рисков в одну позицию это ну очень очень мне кажется явление частое и она часто чаще приводит к непоправимым последствиям кстати огромное количество игроков на рынке которые вот как раз я разделяю игроков и трейдеров но трейдеров инвесторов это свое разделение мы про это уже говорили как-то а игроки и трейдеры немножко разное после трейдеры это знаешь как курочка по зернышку вот потихонечку с маленькими рисками с сомнениями с преодолениями потихоньку раз 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 где-то получается потерять где-то заработать но в целом с колебаниями определенными да но по идее как бы капитал должен увеличиваться и игроки же часто на рынке делают так они находят какую-то ситуацию которая является для них очевидной и совершенно значит стопроцентный там прям ну все и за и как наши как у игроков и грома у игроков в покер есть понимание ол-ин да на все вот теперь мы нашли супер ситуацию ходим на все и соответственно может быть это один раз повезет может быть два раза повезет но в определенный момент происходит жесточайший слив и кстати я даже сам знаю историю когда и может быть ты не знаешь на smart lab это как-то обсуждали это было лет почти десять наверно назад был такой максим 1 м долларс который также играл на огромные риски то есть у него там риски были 40 50 тысяч долларов а у него весь портфель весь капитал бог там 200 тысяч долларов что-то такое то есть огромные риски и при этом да он совершил жизнь самоубийством мы с ним общались переписывались обсуждали это что про риски про эти он говорит нет у меня железные значит шары и я значит контролирую ситуацию я все знаю я все умею поэтому это опасно и вот еще раз вспоминается сразу случай про другого известного трейдера который с максим шевченко который убил свою дочку 13 лет я про него и говорю а как раз про него и говорю да просто фамилию про него забыл да вот а мы с ним просто это обсуждали мы с ним про это говорили как раз про риски про прочее понимаешь это получается несоизмеримо с одной стороны жизнь а другой стороны какие-то игрушечки биржевые да да но кукушки слетают у очень много очень много во первых сама по себе публичная деятельность например как у тебя ты же там сообщаешь там это ты там купил это продал и вообще вону ну конечно 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 любая публичная вот когда вы согласен я вот легче вообще ничего не говорится я вот когда купила астрочку и совком банк не дай бог пошло все вниз меня же потом бы забросали бы дерьмом поэтому это очень тяжело а еще поднимать риск финансовый при этом но это вообще катастрофа на самом деле примеров много знаем не будем никого упоминать пусть каждый сделает вывод сам но есть огромное количество примеров публичных трейдеров и инвесторов которые говорили о том что вот все сейчас я захожу сейчас я заработаю и иногда получалось заработать да но когда не получалось страдали не только сами эти трейдеры инвесторы и их клиенты страдали репутации страдали есть очень шумные ситуации достаточно скандальные да то есть я на самом деле категорически против вот таких вот вещей когда ставятся большие суммы на риск один раз можно заработать но в целом это ну будет слив колоссальнейший я кстати хотел бы если хочешь я тебе расскажу о признаки когда человек теряет самообладание конечно так значит самый первый признак это том что человек начинает вести социальную жизнь занимаясь трейдингом он начинает ругаться своими значит друзьями знакомыми своими родственниками не дрогайте меня оставьте меня в покое у меня здесь важное дело это кстати распространенная очень ситуация вот то есть ему говорят успокойся оставь пока передохни там ты там плохо спишь плохо ешь он начинает как-то сильно агрессивно себя вести это первый признак второй признак человек начинает и и разговаривать с компьютером с монитором глядя на графики разговаривая меня вот тут поимели там куклы тут все куда ты прешь вот это вот когда начинает голосом проговаривать сам с собой вот я кстати знаю что эта история она ну многие мне писали про то что да у них такое есть им даже приходили там значит там жена например приходит и говорит что ты орешь то с кем-то разговариваешь там дети спят а ты тут в соседней комнате орешь то есть это второй признак есть еще очень важный признак когда люди по часту по много-много раз день заходят посмотреть свой депозит то есть депозит лежит например там 3 миллиона рублей и вот он каждые 15 минут он заходит да да не смейся так есть это распространенная тема заходит посмотреть там рынок немножко шатнуло наверх да не посмотреть так 3 миллиона стол меня все рынок немножко предопустился как сегодня у нас может бежать посмотреть сколько то есть постоянное желание заглядывать в терминал да чтобы посмотреть на свои цифры на мониторе по сути это не зафиксированная прибыль и самое главное еще не потраченные деньги это всего лишь цифры какие-то нарисованные да это все хумера вот это тоже является важным признаком и и и и последним признакам ну много косвенных факторов и последним признаком жестокого тильта является увеличение риска вот только как раз как то что транслирует алексей то что я поставил большие деньги зачем ты поставил большие деньги казалось бы человек очень опытный на рынке давно да и должен понимать что на рынке может быть все что угодно любой момент вчера мы жили никого не трогали к вечеру у нас улетел газпром да было дело хотя казалось бы какая-то утка блумберг блумберг издал какой-то там значит какой-то инсайт там прочее вывалил на рынке может быть все что угодно абсолютно и поэтому риск должен быть из такой что он исходит из понимания что на рынке может все что угодно если пойдет не по моему плану то я потеряю какую-то сумму это она мне не убьет она меня значит не не покоробит она мне не навредит но разговоры про то что там да это там для меня небольшие деньги смысле небольшие деньги но небольшие деньги дай мне хотя бы 100 тысяч долларов до 1000 долларов вози мне и да если тебя слить миллионы долларов это нет там не серьезно мне очень интересно съездить такому человеку и сказать дай мне пожалуйста тысячу долларов пожалуйста давай я куплю на нее хорошего коньяка выпью для здоровья раз ты такой богатый человек знаешь вот меня на самом деле такие вещи возмущают дать для меня у меня знаешь павел тебе перебил у меня смешит один наш знакомый который там деньги сливал сливал на бирже публично а потом сказал ребята это портфель не настоящий вот там есть другой портфель который симметричный там настоящие большие деньги я на самом деле часто вижу истории когда люди и вижу вот даже не то что при публичных людей а среди людей которые пишут даже на форумах комментариях чатах что все вот сейчас я захожу там на все бабки но это выдает очень жестокий тильт на самом деле еще самое интересное что многие живут в этом состоянии грамот игромании я сейчас сделал тест интересно да ну про игроманию на самом деле огромное количество книг там телепередач можно все это почитать да но самое интересное что мне 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 показалось что больше тридцати процентов людей на рынке они болеют игромании по сути они в игроманской зависимости и для них самое главное не зарабатывать деньги а получить вот этот кайф драйв от того что у тебя больше меньше то есть деньги это всего лишь инструмент для того чтобы свои эндорфины вот эти вот покачать гормоны свои разогнать потому что ну вот например и заходишь там на какую-то небольшую сумму там купил какой-то актив но разве тебя это сильно озаботит нет это как-то эмоционально не цепляет а большими деньгами большими деньгами заходишь у меня вот был клиент из сургута он так и рассуждал там я три портфеля слил давай еще раз попробуем ну и кайф получает ну да да на самом деле но у каждого свой кайф и кайф я кстати интересно сейчас про игроманию читаю оказывается слушаю что вот этих кто занимается кто занимается этими алкоголиками забыл как профессия наркологи наркологи да про это говорят они же как раз работают зависимости то есть если алкогольная зависимость и граманская зависимость потом зависит созависимость психологическая когда люди все время живут 40 скандалов друг друга значит отпирая все время так и еще есть наркозависимость четыре зависимости и самая тяжелая зависимость это игровая зависимость она тяжелее всего лечится на самом деле а вот тогда возникает вопрос а что бы ты сделал на месте кречит у алексея золотом а чтобы я делал золотом ну я бы на если бы я и шортил то я не на такие деньги я никогда так не делаю вот на самом деле меня не было так с точки зрения с точки этики если ты разбираешь кречит то по совести должен и свои убытки разбираться правильно сам да самый большой убыток у меня был знаешь когда ты знаешь когда по газу по газу газ был примерно год назад я закупался но я потерял слушай там смешные деньги покажутся по сравнению там 250 тысяч рублей в одной сделке то есть у меня такого не было очень давно так как я работаю со стопами то есть я не захожу там в периодах у меня как раз была самая настоящая тильтовая сделка таких сделок у меня было несколько в жизни и до газ когда этот самый немецкий как он там но или генри газ тоже подойдет график когда рынок просто тупо падал я почему-то решу вот 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 да 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 вот по цене 5000 условно условно по цене 5000 когда цена очень сильно падала я покупал без стопа был абсолютно уверен что будет все расти и там я просто закрывал потихоньку закрывал 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 но убытки были достаточно значительно но повторяюсь да для меня вход сам обычно это не очень большие деньги потому что я работаю со стопами и с очень коротенькими и если идет в мою сторону я просто как увеличиваю занимаюсь пирамидингом вливаю еще если идет не в мою сторону я не покупаю вот с газ с газом была вот как раз вот такая ситуация что я даже усреднялся а у меня психологически тяжело вот если это главная проблема кстати вот работы по работы по тренду что вот если ты вот купил и пошла наверх потом докупать не тяжело потому что вроде ухудшаешь среднюю да 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 но вот это на самом деле сложно не всегда получается не знаю что легче получается и кстати вот совет тем кто начинающий да кто посмотрит очень легко начинать трейдинг с того что пошло в твою сторону закрыть половину половину закрыть но импульс получился какой-то значительно раз цена сильно прыгнула твою сторону закрыть половину и стоп поставить без убыток ну плюс комиссия плюс проскальзивание то есть ну маленький-маленький плюс психологически это очень легко и это приучает к новому навыку находиться долго в плюсовой позиции то есть ты уже понимаешь что ты денег уже с рынка забрал ты уже был прав ты уже заработал но возможно она еще принесет и кстати вот ну не каждая сделка но много некоторые сделки принесут очень большие доходы после цена может двигаться очень долго и можно просто переносить стопы и все это вот кстати хороший способ вот приучать к себя находиться в позиции вот закрыть часть а остальное оставить там чуть-чуть пусть она там ну точку без убытки ставишь без убытка поставил и дальше уже поспокойнее стало да еще бы такой совет я дал бы чтобы не совершать вот этот кучу факторов что я назвал это факторы игромании да это режим дня очень важно на самом деле режим дня многие это игнорируют я вот смотрю некоторые там значит думают что это не важно на самом деле важно как раз сон да он влияет на нашу не то что нашу моторику это само собой да вот именно умственные процессы потому что у нас если так разобраться то есть наш наш мозг да это две части у нас есть соответственно алгоритмическая вот такая часть часть которая у нас системное это мышление да а второе это у нас собственно лимбическая система где у нас по сути нашей программы жизнеобеспечения и когда человек уставший когда человек невыспанный у него сознание работает очень плохо оно подавляется без сознательной частью нашего мозга где наши по сути инстинкты а что у нас за инстинкты да это неприятие убытков раз второе трейдинг это вероятностная среда то есть то в плюс то в минус то в плюс то в минус беличье колесо оно будет отторгаться нашим мышлением да и поэтому на самом деле мозгу даже проще знаешь как проще всего человека убрать от от трейдинга просто слить ему бабки и все нету денег нету игры знаешь в казино закончились деньги все пошел домой то же самое то же самое и здесь поэтому сон образ жизни это очень важно люди тоже очень важны схема если вообще если у вас там живет какая-то теща с вами там или сварливая жена или что-то там коллеги на работе постоянно трепет нервы это тоже очень сильно вот как раз ущемляет активность мышления и то же самое нервы все вылезают наружу на самом деле огромное количество этих терактов которые были бытовых терактов помнишь там в школе стреляют или что это почему травля либо сверстников либо сотрудников до либо раскачаны в соцсетях эмоции какие-то сейчас у нас извини мне сейчас я говорю сейчас очень опасное время для трейдеров в том плане что сейчас новостные сводки про войну постоянно дамы на грани 3 там практически мировой и это все люди постоянно скроллить эту информацию на какую войну ну я имею до что но у нас сегодня израиль там ливан ты знаешь вот я и хотел сказать по поводу выспаться есть даже исследование что человек который не выспался он тупеет на 10 процентов может быть да может быть даже больше я говорю сейчас не точки зрения интеллекта тупеет умнеет о том что у него эмоции начинают преобладать на здравом смыслом из для трейдера самое важное это сон ну конечно что получается так вот давай может быть я сам что мозг находится организм в режиме экономии поскольку тут он сил ночью не набрался он включает режим экономии да вот и там уже идут как ты говоришь автоматика пошла да наши инстинкты наши инстинкты даже наши инстинкты это первичные потребности и все и все а мы же приходим на рынок разумом мы сидим и думаем так у меня есть торговая методика у меня есть какой-то взгляд мое моя задача себя сосредоточить на усилиях по своей методике такой-то риск такие-то цели да такие-то расчеты такая-то аналитика а здесь если человек даже плохо выспанный или плохом состоянии или человек который очень долго ведет свои позиции публично сашка какая-то нагрузка для психики а ему лимбическая система такая давай на все чё ты тут мешкаешься понимаешь вот поэтому это очень опасный да сам на слабо берут вот вот у тебя портфель допустим 5 миллионов у кого-то там 100 миллионов условно говоря давай на слабо давай открой там это поработай ну да это нагрузка такая он конечно да да конечно я сейчас тоже буду ага да ну в общем все эти игры они добром не заканчиваются ты с уже связывался с алексеем причетом удалось как-то поговорить с ним нет но мы с ним мы с ним не в друзьях совет я думаю от мои ему не нужны я думаю все он прекрасно знает может быть это часть шоу я кстати вчера подумал что может быть это часть шоу какое-то такое ну знаешь сейчас вот на самом деле ну и выгодно про то что там вот я кучу заработал посмотрите о люди смотрят это хайп да а я много потерял это тоже хайп мы же сейчас сидим и это знаешь вот такой у меня мысль пришла как в латвии допустим или сейчас в азии некоторые там показывают мужчины ходят с голым пузом почему потому что оттуда еще пришло из веков раз у него пузо есть значит у него есть деньги на питание значит а в латвии тоже если ну латвии имею ввиду царской еще там вот 19 век до конец там да вот если пьяный пьяный значит у тебя есть деньги на поход в государственный кабак вот и завидный жених если пьяный может отсюда идет если деньги проиграл значит было откуда проиграть уже хорошо у тебя были деньги самое главное вот про это как раз мы говорили вчера с моей женой она мне сказала знаешь про то что но с одной стороны когда ты долго долго выигрываешь например ты выигрываешь тебя смотрят твои подписчики и они вы они начинают тебя ненавидеть а как ты так вот постоянно ты выигрываешь такой ты не такой как мы ты плохой все мы тебя ненавидим все это махинация а если ты проигрываешь значит и такой же как и мы это хорош кстати пиар а ты проигрываешь не просто там 100 рублей а проигрываешь миллион долларов и тут такое послание ты масштаб да с одной стороны с такой же как и мы брат вообще свой человек да вот чувство локтя вот это все с другой стороны очень богатый человек да мы все отдыхаем только вы отдыхаете на даче а я в монако да 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 хорош это откуда такой сам придумал сам придумал потому что у меня часто на ю тубе очень интересные ролики показываю там машины красивые паркуются у дворца монако я смотрю и ни одного нашего трейдера инвестор известный этом не видел там самые богатые люди приезжают на балы ни одного не видел но наверное потому что стабильно на рынке зарабатывать можно потихонечку есть огромное количество примеров на рынке никто не совсем корректно обсуждать этих людей да так как они с нами здесь не сидят то что люди проиграли огромные состояния вот попытка как раз сорвать куш самое страшное самое страшное это когда один раз удалось сорвать куш это как в казино если пришел и проиграл расстроился и ушел а если ты пришел и выиграл у тебя очень большой шанс сломать свою судьбу потому что ты от этого кайф один раз испытал и ты будешь к нему стремиться и мотивация нет совершенствуется а зачем и вот кстати многие публичные товарищи у нас которые берут деньги из подписчиков какие-то сумасшедшие смотрю да у них нету смысла совершенствоваться как трейдер зачем у них идет денежный поток совершенно другого а потому что это шоу сейчас видишь как век телекоммуникации и многие освоили это можно что-то делать но можно в тик токе там на изображать из себя кого-то да можно здесь рассказывать про рынок что-то там делать да делать некое шоу но самое главное что делать интересное а потом продавать платную подписку но это же гениально 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 да ну вот мы обсудили все надеюсь алексей нас не обидится потому что как я бы ничего не обидится нет мы желаем удачи удачи становления всего хорошего просто мы говорим что это опасные игры а так как мы на рынке давно уже то имеем право об это поговорить вот я тебе хотел еще показать вот и больше раз ты не показала уже был жуткий скандал пачку пачку баблоса а это что такое это называется тренажер фролова боже на нашего отечественного специалиста сюда наливается вода мне кажется там даже есть и булькается да она булькает смысл в чем наливается вода это тренажер на озоне называется тренажер фролова зоне в алгоритм в интернетах стоит 200 300 рублей класс массовая колбочка с внутренним таким переливателем нужно для того чтобы когда принимать решение входе в позицию или заниматься анализом рынка туда наливается вода и ты дышишь через эту трубочку так ну просто держишь и дышишь это позволяет снижать уровень кислорода поступающего в легкие то есть там твой выдыхаемый газ смешивается с кислородом и ты дышишь у тебя нет приступа приступа паники из-за недостатка кислорода но плохо обогащается воздух кислородом и ты дышишь таким придушенным воздухом ну скажем так слабо обогащенным кислородом и это физиологически снимает тревогу снимает тревогу и снимает вот эту вот эмоциональную активность то есть это притормаживает очень хорошо потому что как раз сделки которые совершены в момент эмоционального всплеска а все готов покупать все решил там бросил но как обычно сделки плохие совершаются в режиме торопыги да когда люди торопятся быстрее все зашло ну я понял твоя мысль короче если проиграл проиграл заряжаешь аппарат запрещенным не влеченным веществами берешь такую масочку вот такую масочку богу тебя тоже понюхал все хорошо кстати ты знаешь вот интересно ты не видел мое видео у доктора коса как там трейдеров ну и таких выводят из депрессивника жесткого а было-было что за можешь там сразу что-то позвоночник что-то такое нет а как я дышал там за счет конечно веселящим газом он такой аппарат интересный там там сколько процентов газа дальше там столько и будет потом выходишь от этого доктора коса такой вдохтворенный как будто пьяный так хочется летать вот я говорю вот вот я говорю вот 300 рублей стоит дышишь и потом в течение 40 минут начать состояние притупления и спокойствия то есть ты не не даже не реагируешь на раздражители она потом вода налита на это обычная да да просто там обедненный кислородом воздух я я еще часто делаю когда на машине у меня есть эти у меня есть пакетики вот эти хочешь покажу давай они многие не знают как выглядит рабочее место трейдера вот смотри не пакетики знаешь что такое понять помни пакетики это пакетики да пакетики которые так вот берешь за работу на самом деле если смотрел в американских фильмах когда люди во время стресса во время очень тяжелого эмоциональных потрясения чтобы они не бегали не орали там да им дают этот пакетик подышать чтобы не успокоились чтобы не просто перевели перестали себя агрессивно я понял это нужно все это все нужно и спасибо значит ребята ставьте лайки не забывайте что ругать не надо павла к что он сейчас не фокус сейчас к нему камера новая приезжает с хорошим фокусом а это он мне подарят уже в москву приедет с росписью пакетиками я тебе привезу не это не камера нафиг тебе камера я тебе купил тебе отличный отличный крымский напиток ну ладно все спасибо большое спасибо